Наставник Мама, вы часто вспоминаете о своих школьных учителях? Да, сынок. Очень часто. Особенно моего наставника Кадырова Убайдало Гафоровича. Я многому научилась у него, потому что благодаря ему я смогла найти свой жизненный путь. Если бы ты знал, насколько важную роль он сыграл в моей жизни. А ты, сынок, ты вспоминаешь своих наставников? В последние годы я так увлекся своими делами, что не смог навестить своих школьных учителей вот уже 4 года. Думаю, вот уже несколько дней может мне навестить их и поговорить с ними, а? Да, сынок. Это благородное дело. Не зря говорят. Учитель в школе, что посев в поле. Действительно. Твои учителя были настоящими педагогами. Ты обязательно должен навестить их. Я до сих пор помню, как ты в первый раз пошел в школу. Ты был очень любознательным, очень стремительным и умным мальчиком. И я очень гордилась с тобой, сынок. Тогда твоя первая учительница, Надира Махмудовна, приняла тебя. Она изо всех сил старалась, чтобы вы выросли хорошими людьми, достойными людьми. Она внесла очень большой вклад в ваше будущее, сынок. Поэтому ты обязательно должен ее навестить. Потому что она заслуживает любви и уважения. Я уверена, она очень обрадуется тебе. Я тоже думал об этом. Надира Махмудовна немного состарилась. Я подумал, мама, может, завтра мне навестить всех своих школьных учителей, конечно, начиная с Надиры Махмудовны. Конечно. Это будет очень достойный поступок. А у тебя же завтра выходной день. Мы же собирались прогуляться, сходить в кино. Брат, давай пойдем в кино. Если вы не против, сходим в кино в следующее воскресенье. Завтра я должен навестить Надру Махмудовну. Я давно запланировал. Не видел ее лет четыре. Собираюсь навестить всех своих наставников и учителей. Молодец. Это хорошее дело. Ты правильно думаешь. Человек никогда не должен забывать тех, кто научил его жизни. Не забывай о них, ладно? Конечно. Да, мама права. Ну ладно, другой раз пойдем в кино. А ты навести своих учителей. Говорят же, учитель велик, как и твой родитель. Например, для нас самый лучший наставник – это наша мама. Спасибо. В первую очередь, я ваша мама. Со временем, может, стану и наставником, если вы будете следить за моими советами. Брат, можно и я пойду с тобой навестить учительницу? Да. Было бы здорово. Я не против. Надра Махмудовна знает всех следов нашей семьи, и тебя тоже. Конечно. Она всех нас знает, и маму тоже. Она будет только рада, если мы пойдем к ней вдвоем. Да. Твой брат прав. Пойдите к ней вместе. Навестите ее. Аминь. Аминь. Господь, дай моим детям долгую и счастливую жизнь. Аминь. Чтобы они всегда уважали и ценили своих учителей. Конечно. Никогда не забывали о них. Они будут только рады. Чтобы мой сын смог закончить свое благое дело и приобрел еще больше любви и уважения своих учителей. Омин Аллаху Акбар. Спасибо, мама. Брат, нам долго еще ехать до ее дома? Нет. Примерно 20 минут езды. Кстати, может, купим что-нибудь в магазине? Да. Давай. Отличная идея. Поехали. После окончания учебы ты тоже часто навещай их. Хорошо. Мне тоже неловко, что не смог навестить их несколько лет. Оказывается, всего, что ты добиваешься в этой жизни, в основном это заслуга твоих учителей в школе. Да, это так. Вот поэтому мы все в долгу перед ними. Добрый день, мам. Добрый день, сынок. Как спалось? Да, все нормально. После работы купи мне эти лекарства. Доктор назначил. Потом мои очки сломались. Смотри. Да ну, мама. Эти доктора умеют только выписывать в море лекарства. Вы знаете, сколько они стоят вообще? Думаете, у меня и есть денежный завод. Откуда я возьму столько денег? К тому же, вот, держите. Сломали свои очки. От вас одни расходы и расходы. Ты что, сынок? Что ты так говоришь? Я же не нарочно сломала. Мама. Если что-то не так, вы сразу начинаете плакать. Вы столько лет учили детей. Некоторых даже кормили. Хотя бы один из них приходит навещать вас, а? Из-за них вы привыкли к очкам. Я не могу позволить себе каждый месяц покупать вам новые очки. Понимаете, о чем я? Сынок. Даурон. Все, хватит. Из-за вас я опаздываю на работу. Аллах, Акбар. Хорошего дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давай, заходи. Здравствуйте. 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 Саид. Неужели это ты? Да, угадали. Ты мой любимчик. Отличник мой. Соскучились по вам. Как ты? Как вы? Как вы? А ты как доченька. Хорошо, спасибо. Это сестра? Да. Садитесь. Какими ветрами? О, Аминь. Дай им еще больше успехов в жизни и семейного благополучия. О, Аллах. Окончил институт. Да, спасибо. Как вы сами? Хорошо. Как ваши дела? Отлично. Все хорошо. Как ваше здоровье? Да, все прекрасно. Как самочувствие? Горло болит, да? Немного простудилась. Всего-то. Мы давно хотели... Сейчас. Сейчас чай заварю. Забыла. Сноха тоже занята. Иду, иду. Сейчас посидите. Возьми это. И это не забудь. Давайте к столу. Поднимайтесь. Чай попьем. Надра Махмудовна, мы вас побеспокоили. Сейчас вода скипятится. Нет-нет, ничуть. Если вы не против, мы в другой раз посидим, а вы угостите нас. Это как? Я давно хотел вас навестить. Сегодня к счастью смог. К нашему счастью, и вы оказались дома. Я очень рада. Спасибо. Это вам. Спасибо за все. Аминь. О, Аллах. Защищай их от всяких невзгод и вознагради их за их Берегите себя. И вам успехов и счастья. Передай маме привет. Обязательно. Берегите себя. Да, всего хорошего. До свидания. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Поехали. А теперь куда? Теперь... Поедем к моему другу Гафуру. Он занимается продажей очков. У него классный магазин. Я не зря взял очки Анадыра Махунтарна. Покажу ее очки Гафуру. Может, он поменяет? Было бы здорово. Это будет хороший подарок от меня. Правильно? Да, конечно. Гафур хороший малый. Он нам поможет. Салют. О, какие люди. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Как у тебя? Все нормально? Да, спасибо. Да, все хорошо. Спасибо. Да, как видишь. Стараемся. Тут такое дело. Утром навестил на Дру Махмудовну. Нашу учительницу. Со здоровьем у нее не так хорошо. И самочувствие не важно. И дети, оказывается, не заботятся о ней. Может, мы все одноклассники единогласно поможем ей? Вот, взгляни. Это ее сломанные очки. Можно их починить? Хорошо. Можем купить ей сразу новые. Отличная идея. Мне стало так жалко ее, когда увидел ее очки. Ее сын вообще не собирается чинить их. Вообще не обязательно покупать новые. Можно их починить. Сделаю как новые. Было бы здорово. Оставь их мне. Хорошо? Ладно. Завтра к утру они будут как новые. Я сам тебе отнесу. Спасибо, Гафур. Ты меня выручил. Спасибо. Я так хочу ей помочь. Она же с огромной любовью учила нас. Она заботилась. Было бы здорово. Завтра к девяти и я собираю всех одноклассников. Все вместе навестим ее. Хорошо. Отличная идея. Я поеду с вами. Да, конечно. Если ты сам отдашь ей ее очки, для нее это будет очень приятный сюрприз. Ладно, сегодня починю и завтра сам отдам. Пойдет? Да, конечно. Спасибо тебе. Пожалуйста, договорились. Ты же знаешь, ее вклад в нашу жизнь очень велик. Да, разумеется. Спасибо тебе. Ладно, до завтра. До завтра, Саид. Удачи и сил тебе. Спасибо и тебе. Увидимся. Наша учительница очень хороший человек. Да. Она занималась нами даже после уроков. И когда кто-то из других учителей обижал нас, она всегда заступала за нас. И каждый день она с нами так душевно беседовала. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужны вот эти лекарства. Дайте, я взгляну. У вас есть все эти таблетки? Да, есть. Но некоторые дорогие. Тогда сначала посчитайте, пожалуйста. Сейчас. Общая сумма 4 миллиона 700 тысяч сумм. Пожалуйста. Да? Да. Ого. Ладно. Я позже заеду к вам. У меня сейчас не столько денег. Ну, хорошо. Ну, они все имеются у вас, да? Да. Все есть. Ладно, спасибо. Вечером заеду. Хорошо. Ну, все нормально? Все лекарства есть? Да. Есть все. Но они очень дорогие. Что будем делать? Я вот подумал, и мне в голову пришла одна мысль. Есть план. Поеду ко всем одноклассникам и соберу у них денег. Соберется значительная сумма. Хорошая идея. Все получится. У меня тоже есть немного денег. А у тебя не было других планов на сегодня? Нет. Ну, давайте, поехали. Хорошо, поехали. Произведения на Ваи получили широкое распространение в Европе в 16-17 веках. Ага. Произведения поэта Фархад Эширин, Махбуб-Уль-Кулуб, уже в средние века были переведены на немецкий. Хватит уже. Мам, зачем так мучить ребенка с чтением? Ему не вредно читать так много в его возрасте. Дочка, какой вред может быть от книги? Смешно. Мама, вы что, хотите, чтобы он стал учителем, как вы? Он не станет учителем. Он станет либо спортсменом, либо бизнесменом. Сейчас такое время, что вполне достаточно у меня считать деньги, правильно? Да. Молодец. Иди подготовь мою одежду. Хорошо. Давай, вставай, мой богатырь. Идем. Нечего морочить себе голову такими вещами. А теперь куда едем? Теперь к Рустаму. У него отличный ресторанный бизнес. Хороший повод увидеться со всеми одноклассниками. Да. А ты не устала? Нет. Благодаря этому будем почаще встречаться все вместе. Да. Тебе все ясно? Вовремя вписывай и выписывай клиентов. Даже 10 минут играет важную роль. Ага, все понял. Потом поговорим. О, Саид. Привет. Как ты? Привет. Отлично. Как ты сам? Хорошо. Спасибо. Как дела? Неплохо. Как у тебя? Иду, дела потихоньку. Нормально. Какие ветры? Школьные ветры. Точнее. Помнишь Надиру Махмудовну? Не помнишь, что ли? А, да, вспомнил. И что с ней? И что с ней? Ничего страшного. Но у нее проблемы со здоровьем. Утром навестил ее. Ей нужны кое-какие лекарства. Так, так, чем я могу помочь? Утром зашел в аптеку. И? Общая сумма лекарств составила 4 миллиона 700 тысяч. У меня есть один миллион. Мы бы купили ей все лекарства, если бы ты тоже внес свою лепту. Я тебя понял. Но пойми, тут такое дело, что сейчас у нас мало гостей, клиентов. Пойми, просто такой период, понятно. К тому же у меня есть кредит, есть кое-какие проблемы. Иногда я даже своим родным не могу помогать. У нее есть свои дети. Почему они не думают об этом? Они должны покупать ей лекарства, сводить к врачу. Так это же их обязанность. Она же нас учила. Если бы она не старалась так сильно за нас, может, мы с тобой не достигли бы сегодняшнего положения. Ты прав. Я согласен, но у меня ситуация такая, что... Ладно, не буду тебя внуждать. Тебе виднее. Увидимся. Давай посидим немного, чай попьем. Нет, спасибо. Ну что, поговорил? Да, поговорил. Сможет помочь? Говорит, что у него сейчас нет денег. Материальное положение незавидное. Владелец такого ресторана? И не говори. Пускай. Придумаю что-нибудь. Есть и другие одноклассники. Мы съездим к ним. Хорошо? Хорошо. Поехали. Бабушка, как вы? Смотрите. Я заняла первое место в школьной олимпиаде по родному языку и литературе. Умница моя. Какая же ты молодец. Поздравляю. Я так рада за тебя. Спасибо. Я всегда верила в тебя. Вот видишь, труд и учеба всегда дают свои плоды. Вот плоды твоих трудов. Ты добьешься еще больше успехов. Вот увидишь. Спасибо, бабушка. Теперь буду принимать участие в городской олимпиаде. Аминь. О, Всевышний. Поддержи мою дочь во всех ее стараниях. Я прямо летаю на небесах от счастья. Доченька. Теперь, Ситора, знаешь, к кому съездим? К однокласснице Лобар. Она работает менеджером в большом гипермаркете. Вот уже приехали. Почти. Здесь очень красиво, да? Да. Лобар работает в отличном месте. Ты не устала? Ничуть. Наскитались мы с тобой. А здесь отличный выбор. Да, большой выбор. Посмотри на это. А вот и она. Салют. О, Саид, привет. Как дела? Отлично. Спасибо. Давно не виделись. Здравствуйте. Как дела? Ситора, это ты? Не узнала. Как ты? Хорошо, спасибо. А как вы сами? Как видишь, работаю с утра до вечера. Она так повзрослела. Да, время летит. Брат, я пройдусь. Посмотрю для племянников что-нибудь. Да, давай. Как работа? Не трудно? Нет, работа хорошая. Как родные. Не жалуюсь. Хорошо. Отличное место. Здесь так красиво и уютно. Да. Я очень рад. Мы стараемся изо всех семей. Что нового? Пока ничего нового. Работа, дом, семья. Это самое главное. Отлично. Я сегодня утром навестил нашу учительницу Надейру Макмедовну. Зачем? Так, просто. Хотела видеться. Она больна. Очень жаль. Заметно состарилась. Думаю, ее дети вообще не заботятся о ней. Я тоже ее несколько лет не навещала. Давно не видел с ней. Нехорошо, конечно. Да, ты права. Поэтому мы хотели каждую неделю по очереди навещать ее. Это было бы отлично. Завтра утром собираемся навестить ее. Правильно решили. Завтра к девяти все одноклассники соберутся. Я тоже поеду с вами. А чем я могу помочь вам? Все хорошо. А номер не поменяла? Да. Номер тот же самый. Ладно. Увидимся завтра в девять. Хорошо? Ну ладно. До завтра. Ладно. Удачи тебе. Пока. Спасибо. Ситора, приходи. Буду рада. Обязательно приду. Мы должны потом приехать сюда за покупками. У них отличный товар. Да, классный. Ребята, сегодня после уроков все вместе навестим Акрома. Он заболел. Я не пойду. Почему? Он много раз меня обижал. Не говори так, Надир. Если у вашего друга неприятности или он заболел, обязательно навещайте его, несмотря ни на что. Человек без друзей – это что дерево без корней. Все вместе пойдем. Может, увидев тебя, твое внимание, он изменится и попросит прощения у тебя. Все остальное зависит от вас, самих, дети. Понятно? Ладно, я тоже пойду. Правильное решение, Надир. Продолжим писать. Давай, садись. Смотрите, я получила почетную грамоту. Заняла первое место в Олимпиаде. А ты собираешься стать ученым, Сырайо? Зачем себе голову морочить? Что за чушь? Будет учиться и станет хорошим специалистом. Чего тут плохого? Мама, первая обязанность женщины – это воспитание ее детей. Я собираюсь стать поэтессой. Удачи, тебе никто не против. Пора готовить ужин. Хорошо, иду. Не обращай внимания на ее слова. Ты станешь отличной поэтессой и прекрасной мамой. Ты моя умница. Иди помоги ей. Хорошо. Здравствуйте. Добро пожаловать. Привет, Санджаров. Как ты? Хорошо, как ты сам. Не побеспокоил? Нет ни капли. Эркен, ты иди присмотри за хлебом. Хорошо, понял. Здравствуйте. Здравствуй. Как ты, Ситора? Как учеба? Не устаешь? Нет, все хорошо. Какие новости, друг? Короче, тут такое дело. Наша учительница Недра Махмудовна больна. Дай бог ей скорое выздоровление. А что с ней? Ей очень плохо. Ясно. Ей надо купить немного лекарств. Но они, оказывается, очень дорогие. Понятно. Если мы все ее ученики внесем понемногу, соберется нормальная сумма. Если у тебя есть возможность, ты бы тоже... Ну да, да, конечно. Сейчас. Одну минуту. Вот, тут 300 тысяч. Если этого недостаточно, могу зайти в дом. Нет, нет, не надо. Завтра собираемся к 9 утра. Хорошо, понятно. Буду ждать. Я тоже обязательно приду. Отлично, друг. Сейчас, подожди. Санчжар, не надо. Не спеши. Этого достаточно. Подожди. Сколько с меня? Что ты несешь? Не стоило, Санчжара. Не говори так. Ладно, увидимся завтра. Ладно, до завтра. Счастливо. Счастливо. Ой. Он на этом настоял. Ничто не сравнимо с запахом горячей лепешки. Все в порядке, брат? Да, все хорошо. Наша первая учительница серьезно заболела. Она была нам как мать. Завтра все одноклассники соберемся и навестим ее. Хорошо, идите. Я здесь сам обо всем позабочусь. Хорошо, спасибо тебе. Ладно, все будет нормально. Ладно, давай. Риторический вопрос – это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности. Всем ясно? Да, ясно. Как бы я ни старался, никак не могу запоминать ваши слова. А ты так не думай, Абдулла. Все послушайте меня внимательно. Когда я вам объясняю правила, или же вы сами читаете какое-то правило из книги, если вы будете внимательны, то обязательно все запомните. Понятно, ребята? Просто надо слушать внимательно. Понятно? Да, поняли. Ну, давайте продолжим. Было бы здорово, если бы ты тоже помог. Саид, тебе это нужно сейчас? У меня по горлу проблем. Понимаю. Просто ей очень трудно сейчас. Давай хоть немного поможем. Вы сами решите это без меня. У меня сейчас нет лишних денег. Ей очень трудно сейчас. Ты пойми, у меня нет сейчас денег. Ты что здесь делаешь? Сейчас я лишусь бриллиантового кольца. Потерпи немного. Я с другом разговариваю. Ты с ним разговариваешь уже два часа. Ладно, Саид, пойми меня. Ладно, все ясно. Поторопись. Не расстраивайся. Какая же ты нетерпеливая. Ну что, Камил согласился помочь? Поговорил с ним? Едем дальше. У нас еще много адресатов. Настроение испортилось. Потом расскажу. Не спрашивай. Ясно. Ребята, теперь мы знаем три типа предложений. Повествовательные, вопросительные и побудительные. Дома не забудьте повторить сегодняшнюю тему. Это будет задание на сегодня. Здравствуйте. Здравствуй, Камил. Почему я опоздал? Простите, Надира Махмудовна. Что случилось? Я потерял деньги, которые мама дала мне на обед. И это все, Камил? Ты прямо напугал меня. Сегодня я лично угощу тебя. Хорошо. Ну-ка, садись. Продолжим, ребята. Еще ко многим одноклассникам заедем. Знаешь, есть еще Азиз. Оказывается, он стал хорошим врачом. Профессиональный доктор. Да. Сейчас поедем к нему. Он очень хороший человек. Было бы здорово, если бы он помог вылечить нашу учительницу. Да. Было бы хорошо. Вот и приехали. Сегодня моя очередь дежурить. А ты не смогла бы заменить меня. В следующий раз я заменю тебя. Все процедуры закончились. Надо повторно осмотреть. Ладно. И сдать некоторые анализы. Возьмем анализ крови. Да. Потом сделаем снимок. Угу. Потом зайдите в мой кабинет. Да. И еще. Да, я просмотрел результаты МРТ этого пациента. Думаю, еще раз надо проверить его нервную систему. Да. Ой. Привет. Хорошо. Можете идти. Обсудим позже. Привет, дружище. Как дела? Как ты, друг? Спасибо. Как здоровье? Как ты сам? Все отлично. Как настроение? Какими судьбами? Просто решил навестить одноклассника. Здорово. Судя по твоему визиту сюда, надеюсь, ты не заболел? Нет. Это хорошо. Сам-то ты как? Помощь будет очень кстати. У меня проблемы со здоровьем. Думаю, ее дети не заботятся о ней. Ясно. Поэтому завтра к девяти утрам все одноклассники соберемся. Едем навестить ее. Хорошо. Если у тебя есть свободное время, можешь поехать с нами. Обязательно. Она была очень заботливой учительницей. Она всем нам помогла найти свой путь в жизни. Выходит, я тоже давно не навещал ее. Совсем забыл про нее. У меня есть идея. Так. Как видишь, наша клиника заметно расширилась. Да. Завтра выпиши направление на стационарное лечение на 10 или на 15 дней для нее. Было бы здорово. Да. Она обрадуется. Будет очень благодарна. Да. Давай. До завтра тогда. Ладно, Азиз. Береги себя. Ты тоже. Может, зайдем в кабинет? В другой раз. Рад был встрече. Номер не поменял? Завтра в 9. Отправимся к ней. Да, понял. Только не забудь. Созвонимся. Ладно, пока. Давай. Очень рад встрече. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Доченька. Умница. Я очень рада. Бабушка тоже обрадовалась, да? Очень. Молодец. Так держать хорошо? Конечно. Мама, я вот подумала. Что? Я тоже хочу стать учительницей, как моя бабушка. Учительницей? Да. Правда? А почему ты так решила? Я очень горжусь бабушкой, поэтому... Значит, хочешь стать учительницей? Да. Дорогая моя. Знаешь, я не ожидала такого решения от тебя. Но ты должна учитывать одно. Никогда не забывать этого. Быть учителем – дело совсем непростое. Эта профессия одна из самых ответственных. Ты должна обладать огромным знанием, терпением, чтобы учить и любить каждого ребёнка. Должна учитывать их индивидуальность, причём всегда заботиться о них искренне. Понимаешь, дочка? Да. Для тебя все твои ученики должны быть одинаково любимы. Ты должна одинаково бороться за их успеваемость. Особенно если ты хочешь стать таким уважаемым учителем, как твоя бабушка, ты должна быть готова усердно работать, расширять круг своих знаний. Да. Я должна много учиться. Всегда будь скромной. Не позволяй, чтобы такие грамоты льстили тебе. Всегда помни мои слова и незабывай мои советы. Поняла? Сегодня ты меня обрадовала. Обязательно положи свою грамоту в Раму. Когда папа вернётся, ему покажем. Переодевайся. Ладно. Ой. Как мы теперь выйдем? А, водитель есть. Э, Сардор? Ой, это ты? Как дела? Как сам? Как здоровье? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуй. Как у тебя дела? Нормально. Я тоже зарабатываю себе на жизнь хоть каким-то способом. Да, а силы терпения тебе? Да дай бог. Очень вовремя встретил тебя. Всё в порядке? В чём дело? Завтра собираемся навестить нашу учительницу на дыру Махмудовну. Да, она очень больна. Поэтому все одноклассники собираемся купить ей нужное лекарство. Если у тебя есть возможность, ты тоже мог внести своё. Ну что ж. Знаешь, у меня и так не всё гладко. Да. Тогда сделаем так. От меня моя сегодняшняя выручка. Спасибо. Отлично получилось. Не торопись, события. Вот, бери. Это всё, что у меня есть. Спасибо. Завтра увидимся в девять. Если придёшь, все будут только рады. Хорошо, постараюсь. Ладно, было бы здорово. Ладно. Пока, пока. Береги себя. До встречи. Рад был встречи. Придёшь? Обязательно. Давай. Пока. Пока. Это поставим вот сюда. Так. Бог помощи, ребята. Саид, это ты. Как ты? Как сам? Привет. Привет. Да, ну, это Саид. Как дела? Нормально. Как сам? Какими ветрами? Всё хорошо? Да. Вы здесь работаете? Да, здесь работаем. Интересная работа. Короче, помните нашу учительницу Нандеру Махмудовну? Да. Собираемся навестить её. Что-то случилось? Как она? Да, нормально. Заболела, что ли? Да, немного. Я сейчас не здоровится. Поэтому собираемся с одноклассниками навестить её. Ага. Угу. Завтра соберёмся в девять часов утра. Вы тоже приходите. Ладно, пойдём. Не забудьте. Конечно, друг. Да, пойдём. Завтра увидимся тогда. Хорошо. До встречи. Ладно. До завтра. Пока, ребята. Давай. Хорошо. Значит, завтра. Есть ещё одноклассница Рану. Сейчас поедем к ней. Она снимается во многих фильмах. Ты её узнаешь? Да. Она ещё и режиссёр. Понятно. С детства интересовалась творчеством. Как дела? Спасибо. Нормально. Как сама? Нормально. Спасибо. Рада тебя видеть. У тебя своеобразное творчество. Угу. Спасибо. Просто видим тебя на экранах. Как успехи. Не устаёшь? Да. Как ты сам? Просто хотел поведать с тобой. Как хорошо. Какие новости? Да, всё нормально. Сегодня утром навестил Недеру Махмудовну. Да. Смотрю, у неё плохое настроение. И со здоровьем тоже непросто. Мне показалось, что её дети тоже относятся к ней довольно равнодушно. Ей нужна помощь. Угу. Поэтому мы с одноклассниками решили помочь ей, купить ей все нужные лекарства. Да. Отличная идея. Если у тебя есть время, можешь поехать с нами. Она была очень заботливая. Всегда помогала нам. Угу. Хорошее решение. Чем я могу помочь? Смотрю, у неё в руках назначение врача. Решил, что у неё проблемы со здоровьем. Сегодня зашёл в аптеку, и общая сумма лекарств составила 4 миллиона 700 тысяч. Да ты что? Поэтому мы собираемся с одноклассниками и решили купить ей все эти лекарства. Отлично. Собралось немало денег. Угу. Было бы хорошо, если бы ты тоже помогла по возможности. Угу. Да, разумеется. И её вклад в нашу жизнь огромен. И мы любим её. Тогда я позвоню всем девушкам, и всё тщательно обсудим, когда поедем навестить её. Собираемся завтра в 9 часов утра. Хорошо. Если у тебя тоже есть время, приходи. Ладно, договорились. Девушкам тоже передай. Конечно. Если смогут уделить время, пускай придут. Потом раз в неделю собираемся навещать её по очереди. Поэтому ты тоже можешь навестить её, когда освободишься от творчества. Всё-таки она наша первая учительница. Она нам всем очень помогала. Я недавно вспоминала о ней. Здорово. Тогда завтра в 9 утра встретимся. Девушек я приведу. Договорились. Буду ждать. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Молодец, Рано. Рано активно участвует во всех конкурсах нашей школы. Остальные ученики должны брать у неё пример. Ну что же, Рано, с чем бы ты хотела выступить в этом конкурсе? Говори. Говори. Можно я буду читать своё любимое стихотворение? Разумеется, можно. Ну давайте послушаем. Мама спит. Она устала. Ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки. Тихо в комнате пустой. А по маминой подушке луч крадётся золотой. И сказала я лучу. Я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела. Слух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела. Я бы могла похохотать. Рано, я советую тебе участвовать не только в школьных, но и многих других внешкольных конкурсах. Ты сможешь добиться больших успехов в творческом направлении. Спасибо, садись. Мама. Да? Бабушка опять не поела. Опять? Аппетит, говорит, пропал. Плохо себя чувствует. Видишь, сынок, если ты станешь учителем, постепенно потеряешь здоровье. И не мечтай об этой профессии, хорошо? Хорошо. Алло. Алло, Саид, где ты? Да, Рустам, это ты? Да, это я. Где ты? Иду в аптеку. Понятно. Собираюсь купить лекарства на собранные деньги. Какое именно? Я сейчас подъеду. Хорошо. Я отправлю тебе адрес. Ладно. Продолжение следует... А ты выполнил домашнее задание? Дашь переписать? Ребята, слушайте, Надира Махмудовна заболела. У меня есть идея. Может, завтра навестим её? Да, было бы здорово. Она очень обрадуется. Тогда давайте попросим у родителей разрешения. Потом завтра все соберёмся и навестим её. Всё. Что скажете? Пойдём? Да, пойдём, обязательно. Будет здорово. Как доехал, Саид? Привет. Здорово. Ну, выкладывай, сколько собралось? Примерно три миллиона. Три миллиона? Ладно, тогда прибавь ей это. Посчитай. Ещё семьсот тысяч не хватает. Семьсот? Придумаем что-нибудь. Привет. Камен, привет. Как дела? Как ты сам, Саид? Нормально. Прибавь ей это, пожалуйста. Нет, спасибо. Не надо. Не говори так. Надра Махмудовна и моя учительница. Нет, здесь уже достаточно. Спасибо. Перестань. Возьми это. Ладно. Да, спасибо. Теперь хватит? По-моему, да. Хорошо, тогда пошли. Давайте, пойдём. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, как вы? Спасибо. Вот вам назначение, а вот деньги. Да. Сейчас принесу. Дай Бог, чтобы она выздоровела. Дай Бог. Да, дай Бог. Чтобы эти лекарства помогли ей. Хорошо, что ты есть. А то мы забыли совсем, что у нас была такая учительница. Да, ты прав. Ты был занят в своём ресторане, а я своим бизнесом. И забыли про неё. Когда взрослеешь, дел много, забываешь о некоторых вещах. Впредь будем чаще общаться и навещать её. Конечно. Да, это отличная идея. Да. Хотя бы почаще звоните ей. Да, так и будем делать. Вот лекарства. Пожалуйста. Здесь все лекарства, да? Да, всё здесь. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Завтра где и во сколько встретимся? Купили все лекарства. Угу. Завтра встретимся у Надеры Махмудовны. А вы помните её дом? Да, конечно, помним. Там и увидимся. Хорошо, только не опаздывайте, ладно? Есть план. Какой план? Завтра узнаешь. Есть сюрприз? Да. Ну ладно. Давай. Пока. Ладно, доброго вам пути. Спасибо за помощь. Да не за что. Пока. Слава Богу. Слава Богу. Как ты, доченька? Нормально. Не скучаешь? Делаешь домашнее задание? Нет, сочиняю стих. Стих, говоришь? Да. В честь чего? Хочу подарить его бабушке. Покажи. Наставник велик всегда. Ты всё это сама сочинила? Да. Или списала из книги? Нет. Не скопировала? Ни капли. Ты меня сегодня поражаешь. Очень красиво получается. Твоя бабушка обрадуется. Продолжай в таком духе. Недавно ты говорила, что хочешь стать учительницей. Да? Да. С тех пор я думаю об этом. Ты точно так решила? Конечно. Не передумала? Нет. Я вспомнила слова твоей бабушки. Хотела и тебе сказать. Говорят, что если ты хочешь делать добро людям в течение одного года, ну, тогда ты должен выращивать пшеницу. Если ты хочешь делать добро людям 10 лет подряд, тогда ты должен выращивать виноград и сделать сад. А если ты хочешь делать добро людям всю жизнь, тогда ты должен их учить. Ты поняла, что я имею в виду? Да. Умница. Продолжай. Не буду тебя отвлекать. Да. Вот это я уберу, а книги оставлю. Ладно. Принеси сладости. Хорошо. Сейчас принесу. Сынок, вы навестили Назиру Махмудовну? Да. Сегодня мы с Ситорой поехали навестить её. Угу. Когда мы добрались до её дома, случайно услышали её разговор с сыном. Смотрю, у неё плохое настроение. В руках сломанные очки. Кажется, дети тоже не заботятся о ней. Что ты говоришь? Ещё и вот такой список лекарств. Правда? Масситоры поздоровались с ней. Поговорили немного. Потом незаметно взяли назначение врача и поехали в аптеку, чтобы купить их. Ну? Но оказывается, что те лекарства очень дорогие. Так. Не хватило денег. Очень жаль. Потом решили попросить помощи у своих одноклассников. Они обещали помочь ей по возможности. Потом собрали все деньги на лекарства. Угу. Большая сумма собралась. Купили все лекарства. Ну? И одноклассники обещали почаще навещать её. Сказали, что они всегда готовы помочь ей. Поэтому мы все завтра в 9 часов утра собираемся, чтобы навестить её. Правда? Угу. Вы поступили очень хорошо. Угу. А какое у неё состояние сейчас? Нехорошее. Но если купить ей все нужные лекарства и заботиться о ней, всё будет в порядке. Завтра повидаемся с её родными тоже. Да. И все мы, одноклассники, договорились, что каждую неделю по очереди будем навещать её, покупать ей все необходимые лекарства. Очень хорошо. Почаще навещайте её. Почаще будьте с ней рядом. Может, она скоро выздоровеет. Думаю, это наш долг перед нашей учительницей. Нам всем стало спокойно на душе. Да. Я и сам обрадовался. Мы как-то смогли отблагодарить её. По-своему. Вот видишь, делать добро всегда приятно. Угу. Дай Бог, чтобы ты всегда помогал людям, сынок. Угу. Всегда будь полезным и нужным человеком. Спасибо, мама. Вы тоже всегда будьте здоровы. Молодец. Не болейте. Что случилось? Поговори с мамой. Она даже не разговаривает с нами. И не ест. Она как будто маленький ребёнок. Мм. Она сразу обижается. Угу. Ладно. Поговорю. Хорошо. Музыка. 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 Все собрались Ну вот, наши красавицы тоже пришли Вы в школе всегда опаздывали Привычка Где вы пропадаете? Зайдём Как вы? Пошли Давайте Мам Прекратите обижаться, как маленький ребёнок Я пошутил Когда-нибудь ваши ученики отблагодарили вас? Всё, прекратите, я вам говорю Я сказал правду Давай Смирно Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Ой Ваалейкум ассалам Ребятки Ну-ка идите ко мне Добрый день Глазам не верю Как вы Спасибо Эти цветы для вас Отлично, спасибо Для меня Это тоже Спасибо Как же это прекрасно Здравствуйте Спасибо Привет Благодарю Желаю вам долгих лет Ты мой хулиган Добрый день Как ты вырос Вот это от всего сердца для вас Спасибо Не стоило Благодарю Спасибо Здравствуйте, Надра Макмудовна Ты мой отличный Эти цветы для вас Давай, теперь лекарства Как же я рада вас видеть Вы всё помните, да? Это ваше лекарство Что? Лекарство Спасибо, доченька Надра Макмудовна Желаем вам здоровья Спасибо, доченька Будьте счастливы Спасибо Саид Спасибо Здравствуйте Ну-ка, проходите Будьте здоровы Заходите Все пришли? Заходите Добрый день Здравствуйте Ассалам алейкум Как вы? Спасибо, всё хорошо Добрый день, бабушка Внучка моя, привет Как доехали? Мамочка Смотри, мои дети пришли Да, смотрю, вы всех собрали Как ваше здоровье Спасибо, нормально Заходите А это ваши очки Мои очки? И это для вас Боже мой Бабушка, дайте мне Да, сейчас Спасибо Бабушка У меня есть подарок для вас Дай сама Что там? Вот, возьмите Начинай же Сама сочинила Да, она сама сочинила Здорово Правда, сама? Удачи тебе, солнышко моё Вам понравилось? Очень понравилось Всё-таки она внучка учительницы Да, конечно Правильно Погодите У нас ещё один подарок Так Итак Все мы посоветовались И подготовили ещё один подарок для вас Правда? Это направление в нашу клинику Будете отдыхать там две недели Мы все Обо всём позаботимся Забудите все свои заботы Я день и ночь буду там Буду вашим доктором И, конечно, поговорим по душам Поздравляем Как здорово Спасибо вам, ребята Спасибо Я безумно рада Спасибо вам Фильм озвучен на студии Miracle Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»